Всем добрый день! Сегодня мы с вами продолжаем разбирать коллекцию решеппинг компании Faberlic. И в прошлом ролике я говорила про тоник-активатор. Но, оказывается, я упустила такие существенные моменты, о которых народ уже не приметил спросить. Во-первых, тоник, безусловно, не смывается. Если средства для очищения мы обязаны смыть, либо если мы пользовались ватным диском, то убедиться, что ватный диск у нас чистый. То есть, очистить лицо так называемого состояния чистого ватного диска, то тоником мы просто-напросто протираем лицо и потом его не смываем. И, безусловно, тоник мы наносим не только на лицо, но и на область шеи и декольте, если мы планируем нанести крем уходный, отдельно для шеи и декольте, или же крем из коллекции решеппинг. А их можно и даже нужно наносить. И сегодняшний ролик будет посвящен крему дневному, как продолжение. Казалось бы, мы делаем уход, очистили лицо, протонизировали. И сегодняшний ролик посвящен дневному крему решеппингу, который у нас называется антигравитация и объем. Очень хороший крем. Мне очень понравился, потому что он несет в себе две функциональных задачи. Во-первых, это очень хороший уходный крем. И второй момент, это прекрасная база под макияж. И не только. Благодаря составу, его я полностью распишу себя в блоге, будет ссылочка внизу. Но основные такие ключевые ингредиенты, это потрясающее кунжутное масло, масло сезама, которое ценится всеми косметологами, дерматологами. Очень много ароматерапевтов зациклено на этом масле, потому что оно отлично, отлично омолаживает кожу, еще и подлатывает проблемные зоны. Витамин Е, лецитин, аргинин, колокация эскулент. Это тот самый наш комплекс целтанила, о котором я говорила. Новофтем, тумирон и так далее. То есть я распишу. Но еще в этом креме есть такой активный ингредиент, как Quick Lift. И вот этот самый Quick Lift работает здесь в качестве такой добавки, которая мгновенно моделирует овал лица. То есть это не просто уходный крем и база под макеж. Это еще средство экспресс-восстановления, экспресс-помощи, когда нам нужно очень хорошо выглядеть. И вот буквально после нанесения этого крема кожа преображается на глазах. Некоторые женщины физически ощущают, как кожа подтягивается. Поэтому еще, когда мы наносим этот крем, у нас создается на лице невидимая нам сеточка, которая формирует наш овал лица, под который уже там работают остальные ингредиенты. И чтобы получить максимальный эффект от этого ингредиента Quick Lift, необходимо крем тоже наносить правильно. Многие женщины ограничиваются только зоной лица. Но представьте себе, под действием гравитации, раз у нас крем антигравитация, вот наши бульдоши-щечки, к сожалению, второй подбородок, вот здесь образуются. А не как вот здесь. Поэтому крем лучше наносить, начиная хотя бы с шеи, по второму подбородку и выводить за ушки. Вот тогда, ну и лицо соответственно, тогда максимальный будет эффект от вот этого мгновенного лифтинга. Это один нюанс. И второй нюанс, то что все активные компоненты, естественно, будут работать и на области шеи. Нам же нужны тоже и поперечные морщины, от них избавиться и так далее, и тому подобное. То есть вот такой вот нюанс, да, наносить этот крем нужно правильно. Да, вот есть визуальный эффект практически мгновенно. Кто-то его ощущает, кто-то его не ощущает. Но я должна сказать, что большинство женщин, которые брали эту коллекцию, действительно говорят, что выглядят чуть-чуть получше, вот сразу, буквально сразу. Поэтому есть такой эффект, мгновенный лифтинг, хотя многие косметологи его не любят. На самом деле считается, что действие таких кремов только вот пока крем у нас на лице. Но опять-таки повторю, это у нас дополнение, дополнение к основному составу. Вот этот комплекс мгновенный или быстрый лифтинг. Поэтому здесь можно быть абсолютно спокойным. И субъективно, что хочу сказать, чтобы увидеть эффект от крема, нужно, конечно, пропользоваться, чем вы старше, тем дольше, ну хотя бы месяца полтора-два. Я, например, первые дни, первые недели даже не совсем поняла, что это за крем и нужен ли он мне. Во-первых, так совпало, что в зимний период, да, и когда были очень сильные морозы, мне этого крема было недостаточно. То есть кожи не хватало каких-то питательных ингредиентов, питательных веществ. Крем даже подсушивал. И было состояние дискомфорта. Но я этот процесс не бросила. Я просто-напросто, так совпало там с выходом ролика, я должна была рассказать про крем зима в баночке ультрапитательный, да. Поэтому я сначала наносила крем решейпинг. Он впитывался 3-5 минут. То есть мне не хотелось там 2 раза или 3 его. Потом я наносила сверху защитный крем зима и все было изумительно. Все было очень хорошо. Сейчас, видно, кожа адаптировалась слегка под этот крем. Достаточно комфортно себя чувствует. И уже нет таких вот холодов. Где-то 0, плюс-минус колеблется 2-3 градуса. И кожи вполне достаточно. Единственное, я чуть-чуть больше наношу крема. Бывают такие моменты, когда вот я нанесла, он впитался, и я еще наношу тоненький слой вот этого крема. Даю 5-7 минут ему впитаться, и потом наношу макияж, и макияж изумительно держится, изумительно. Так что хороший крем, хороший замечательный крем, но самое вкусное я расскажу, когда буду нансировать крем ночной решейпинг.